Во дворе дома 9 по улице Троицкой идут активные работы по благоустройству. Через две недели это место можно будет не узнать. Новая игровая площадка, пешеходные дорожки, современные зоны отдыха. Каким именно будет главное место притяжения, жители выбирали вместе. За ходом работ пристально следит председатель совета дома и лидеры общественного мнения. В процессе благоустройства у мудищенцев появилось еще несколько предложений по улучшению придомовой территории. Например, сделать освещение вдоль дороги, которая проходит сзади дома. Давайте посчитаем, сколько это будет стоить. Посмотрим по наличию инженерных коммуникаций, которые здесь находятся. И вам вынесем на согласование места, куда их капают. Потому что, может быть, здесь какое-то дерево придется убрать. Ну, к примеру, тут же вот сети. Но мы между деревьями пойдем. Я к тому, что, нет, я в виде инженерной сети, чтобы куда-то там в теплосеть не врезаться случайно. Возможно, придется двигать это влево-вправо. Это уже третья встреча в этом году с жителями дома 9 по улице Троицкой. Как показывает практика, новая система взаимодействия помогает выстраивать так называемую умную коммуникацию и реализовывать главный принцип губернатора Андрея Воробьева. У жителей много вопросов по комплексному благоустройству и дворовой территории, и территории, прилегающей к их многоквартирному жилому дому. Мы находимся с жителями в тесном диалоге, поддерживаем принцип губернатора «Жители всегда прав». Это помогает действительно общаться напрямую с жителем и понимать его проблемы, и видеть в целом то, что хочет житель. И, следовательно, нам самим проще выявлять эти недостатки и оперативно реагировать. Эта система помогает чувствовать не только позитивные перемены в плане благоустройства, но и поддержку власти. Главное для жителей – быть услышанными. Принято решение по благоустройству детской площадки, по восстановлению асфальтового покрытия, тротуарного покрытия. Также мы просили восстановить пешеходные переходы вдоль дома, тротуар вдоль дома, который относится к городу. Нас услышали, откликнулись на наш призыв и даже обещали что-то придумать с бетонной площадкой против дома «Троицкая-5». На встрече лидера общественного мнения Арсений Сураяков обсудил с мытищинцами волнующие вопросы. В частности, выполнение работ по инвестиционной программе и ее дальнейшая реализация. Впереди еще много планов, а значит, наш округ будет становиться еще лучше. Анна Смирнова, Алина Савож, Денис Корнев, Первый мытищинский.